Всем приветики! С вами снова я и сегодня у меня очередное видео с распаковкой косметики EVEN. Каталог номер 5 2016 года. Сегодня у меня для вас всего лишь одна коробочка, не как в предыдущем видео, и я постараюсь уложиться в одно видео, в одну часть и не растягивать его на слишком долго. Давайте приступим, откроем эту коробку. По этому каталогу я косметику заказала еще две недели назад. Ожидала, что придет на неделю раньше, но пришло только сейчас, поэтому я даже и не помню, что я заказывала себе, что заказывали мне люди. И, в принципе, многие вещи, скорее всего, окажутся для меня сюрпризом, так же, как и для вас, потому что я просто не помню, что у меня в этой коробке. Единственное, что хочу сказать, что я заказывала новиночку следующего каталога, шестого каталога, и, надеюсь, она мне пришла. Открыла коробку, первым идет прайс-лист, распечаточка. Дальше у меня идет каталог номер 7, действующий с 3 мая по 23 мая. Вот такого, с апельсинками, ногти разные. Много интересного, я думаю, посмотрю потом, полистаю. Скидочки хорошие, я смотрю уже сейчас, выгодные предложения. Далее у меня идет распродажная листовка, каталогу номер 6, 75% скидки. Ну, тут, в принципе, много что интересного, я думаю, что-нибудь себе подберу. Раньше мне он больше, конечно, нравился, раньше тут больше было духов, но сейчас, я смотрю, они тоже их добавили, так что, думаю, будет где разгуляться. Далее у меня идет туалетная вода, у меня ее заказывали. У меня, в принципе, аналогичная туалетная вода есть, что хочу сказать по поводу нее. Аромат у нее женственный, в принципе, он больше похож на классику, я думаю, многим он понравится, ненавязчивый запах, такой более классический. В принципе, советую. Далее у меня идет шампунь-гель для душа с дезодорирующим эффектом, экономичная упаковка, 700 миллилитров, два в одном для мужчин. Вот такой вот большой флакон. Аналогичный гель для душа заказывали, только миллиметраж был тогда 250 миллилитров, по-моему. Ну, что я хочу сказать, он, в принципе, как гель для душа со своими функциями справляется, запах у него на самом деле мужской. Ну, если женщина не смущает, что выйдя из душа от них будет пахнуть мужским ароматом, в принципе, можете тоже воспользоваться. Я лично не пользуюсь, но если после них, наверное, помыть каким-то другим шампунем или что-то еще, может быть, запах перебьется. Ну, запах не сильно стойкий, потому что у меня мужчина мой пользуется. Хватает на первые полчаса, час, выйдя из душа. Потом запах улетучивается и просто остается аромат свежести. Далее у меня идет спрей для окрашенных волос с УФ-фильтром для всех типов волос. Вот такой вот спрей, 100 миллилитров, Advents Techniques, защита цвета. Ну, я сама лично таким не пользовалась, ничего сказать не могу. Далее у меня идет шампунь-ополаскиватель 2 в 1 здоровые волосы для любого типа волос. 400 миллилитров. Далее у меня идет очищающий гель для женской интимной гигиены. Вот такой вот аналогичный интим гель мне уже заказывали. Тогда, по-моему, 3 штуки мне заказали. Но человек попользовался, ему нравится, раздражение не вызывает. В принципе, гипоаллергены хорошие. Справляюсь со своими функциями, поэтому я рекомендую. И тем более, если учесть, что цена соответствует качеству, то вообще отлично. Далее у меня идет лосьон для тена маракуйя и пион. Увлажнение с витаминами. Вот такой вот лосьон для тела. Аналогичными лосьонами для тела я пользуюсь сама, только у меня немножечко другие ароматы есть. Ну, крем как крем для тела. В принципе, он неплохо увлажняющий, нежирный. Неплохой, хороший. Далее у меня идет лосьон-спрей для тела в ваниль и сандаловое дерево. Это уже как дезодорант более такой вот жидкий. Я лично пользуюсь ими как дезодорантами. Они вполне справляются со своей функцией. Попробуйте, может, вам тоже понравится. Далее у меня идет маска-пленка для лица, огурец и чайное дерево, очищающая. Такая же маска-пленка есть у меня, у моей сестренки. Подруга у меня ее себе заказала. Сейчас у меня ее опять заказали. Ее довольно-таки часто заказывают. Но она хорошая. Мне она лично нравится. Такой вот аромат у нее огурца и чайного дерева. Ну, попробуйте. Я думаю, она неплохая. Многие пользуются, никто еще не жаловался. Далее у меня идет матирующий крем для лица, огурец и чайное дерево. Вот такой вот. Данный крем у меня тоже заказывают довольно-таки часто. И он справляется со своими функциями. Он на самом деле матирует, убирает жирный блеск с лица. То есть не убирает, но предотвращает, по крайней мере, его. И если учесть, что он дешевый, то очень хорошее средство. Далее у меня идет матовая помада Red Supremo, которую я заказывала в предыдущем каталоге для себя. Сестренка увидела у меня данную помаду, попробовала, попользовалась. Ей очень понравилось, поэтому заказала себе. Открывать я ее не буду. Я ее показывала в предыдущем видео. Кому интересно, можете посмотреть в предыдущем видео. Я ссылочку оставлю в описании. Также, возможно, где-то здесь выйдет сейчас подсказка. Так что помада классная. Губы не сушат. Матовый эффект. Ну, не знаю, мне очень нравится она. Одна из фаворитов моих помад на данный момент. Далее у меня идет моделирующий лосьон для тела с комплексом SuperSculpt Avene Solution. Вот такой вот флакон. 150 мл. У меня вот один человек только заказывает вот так данные вещи. И заказав ее сейчас, она сказала, что чтобы достичь эффекта, надо хотя бы 2-3 месяца пользоваться данным средством. Иначе эффекта не будет. Поэтому она готовится к лету. Заказала сейчас. Сказала, как будет заканчиваться, закажет еще. Человек пользуется. Каждый год у меня берет. Ну, не знаю. Ей нравится. Я сама лично не пользовала. В принципе, мне это ни к чему. Попробуйте. Может, вам тоже поможет. Далее у меня идет лак для ногтей. Вот такого цвета. Розовый. Сейчас попробую прочитать название. Шир Цитрус. Написано. Вроде правильно прочитала. И при заказе лака для ногтей еще шло вот такое вот средство для кутикулы. Вот. Его я тоже сейчас открою, покажу вам. Но средством для кутикулы я не пользовалась. Его хоть неоднократно мне заказывают, я почему-то как-то не заказываю его. У меня для кутикулы есть другие средства, поэтому у меня нет пока необходимости заказывать это средство. Ну, думаю, в будущем, когда мои средства закончатся, я тоже его себе закажу, попробую. Что хочу сказать по поводу Эйвенских лаков. Кисточка у них широкая, в принципе, удобная. Мне очень нравится. Если учесть, что они недорогие, то относительно других дорогих лаков он красит ничем не хуже, но стоит дешевле. Далее у меня идет вот такой вот зонтик. Сейчас попробую его открыть. Тут уже силикогель в комплекте, потом чехол, сам зонт. Но зонт я открывать не буду. Цвет вот так вот немножко покажу, потому что у меня его заказывали. И как бы я думаю, хорошо сложить я его просто не смогу и не хочется человека расстраивать и говорить, что я уже его открывала, пробовала и что-то такое. Если бы заказала себе, обязательно бы вам показала. Ну вот, в принципе, цвет видно. Вот, я думаю, он неплохой. Сама с зонтиками от Эйвен я не пользовалась. Человек попробует, я потом у него слышу. Далее у меня идет каталог стиль жизни. Спорт твоя жизнь. Каталог со спортивными товарами. Ну, в принципе, его прикладывают к каждому каталогу. Немножечко товары меняются. Ну, попробую, посмотрю, может, что себе закажу. Еще у меня один буклетик тут идет. Журнал Фокус для представителя, где показывают новиночки следующих каталогов. Я обычно по такому каталогу что-то себе дозаказываю. Тут вот еще смотрю, есть новиночки. Думаю, в следующем видео опять что-то новенькое у меня будет для вас. И последнее, что у меня для вас на сегодня, это новиночка шестого каталога. Вот такая вот туалетная вода. Сейчас попробую ее прочитать. Мистер из Блэк. Женская. Сейчас открою. Надеюсь, она мне понравится. Кота в мешке, конечно, страшновато покупать. Потому что бывает закажешь себе, а туалетная вода не нравится. И аромат вообще не подходит. Как бы разочаровываешься в этом. Но зато, в принципе, выгодно. И всегда есть возможность передарить кому-нибудь духи. Открыла я коробочку. Вот такие вот духи здесь. Флакончик интересный. Металлической якобы крышечкой. Аромат, конечно же, не чувствуется. Потому что еще не пользуемый. Сейчас пару раз брызну. Посмотрю. Что хочу сказать. Аромат мне нравится. Особенно дизайн упаковки нравится. Сейчас попробую прочитать, что пишут на коробочке. А тут пишут. Так. Как ощути прикосновение непреодолимой страсти надевая пьянящий аромат, сочетающий женственные ноты мандарина, эссенции жасмина и чувственных бобов тонко. Надеюсь, правильно прочитала вроде все. Но, не знаю, аромат мне очень нравится. Он сладимый. Кто не любит сладкие ароматы, вам точно не понравится. Потому что на классику это не похоже. Аромат немного мускусный. Кто не любит мускусные ароматы, им может показаться аромат тяжелым. Кто любит особенно цитрусовые или ароматы свежести. Но я люблю пряные, мускусные, сладкие, удушающие ароматы. Поэтому, в принципе, мне этот аромат нравится. Пользоваться я им буду. Вот сейчас вот раскрылся он у меня на руке. И аромат вообще очень сладкий. Так что я вас сразу предупреждаю, если вы будете его заказывать. Он очень-очень-очень сладкий. Но тут все индивидуально. Может быть, у вас на руке раскроется немножко по-другому. Также, что хочу сказать. Это вода туалетная, не парфюмированная. Но цена почему-то у нее ближе, как к парфюмированной воде. Ну, не знаю почему, но он очень похож на парфюмированный аромат. Может быть, поэтому такая цена. На этом у меня сегодня для вас все. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Если возникли какие-либо вопросы, то пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...